Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Я нашла рецепт, замечательный рецепт горохового супа и спешу с вами поделиться. Вот у меня здесь горох. Первое, что нам нужно, это залить горох. Я буду использовать только куриное мясо. Но кто, конечно, любит свинину, говядину, можно использовать и ее. Я буду показывать более такой облегченный вариант. Как раз на лето это самое то. Такой суп и легче готовит быстрее, но и вообще он сам по себе намного легче, чем суп с красным мясом. Сейчас я открою пакет, положу в кастрюлю и мы с вами будем варить бульон. Ну и так как курочка у нас готова, мы ее сейчас зальем водой. И всего лишь после закипания где-нибудь 15, ну самое большое 20 минут мы будем с вами ее варить. Просто чтобы у нас бульон был с таким характерным копченым вкусом. За это время мы как раз подготовим все, что нам нужно для супа. Ну вот видите, мясо у нас закипело. Очень важно, конечно, использовать проверенного поставщика и лучше, конечно, местного поставщика. Я всегда беру только нижегородское наше производство, которое я знаю, что только недавно сделано и в магазин попадает практически сразу же. Всегда свежее. Так, убавляем огонь и я буду кипятить 15 минут, мы ничего не солим. И для начала нам нужно порезать картофель на мелкие кубики. Порежем и отправим его обратно в воду. Чтобы у нас ушел лишний крахмал. Бульон у нас готов. Я сейчас выну мясо, чтобы оно у нас остывало, потом мы его разберем. Вот так вот у нас сварилось. 20 минут они у меня после закипания были в бульоне. Теперь берем горох. Высыпаем в костюлю. И будем варить, сейчас он у нас закипит, накроем крышкой и будем варить на медленном огне 40 минут. Ну вот, бульон с горохом закипел, пенку убираем, выключаем на минимальный огонь, закрываем и готовим 40 минут. Пока у нас сварится горох, мы приготовим зажарку. Нам понадобится луковица, морковь, томат и балкарский перец. Так, вот еще я буду использовать протертые томаты. Если они есть, можете использовать. Если нет, то в принципе в рецепте была только одна помидора. Мне просто нужно их куда-то использовать и я как раз вот в суп и добавлю. Режем мелким кубиком. Морковь можно тоже кубиком, можно потереть на мелкой терке. Как вы привыкли это делать. Морковь,mann. Морковь будет щипотк, мг – Milletization и брым any live in пух najразовьбор и жеменько. Маркиiente стаканского фéfем радиокарского сауи. У меня еще soaked. Все чая-вы, яичь с матом, п visions и Ahí. Яичь с матом,ierал форма, UmDE score . Яичь с матом. Байкえてılünü говорю. Дай apolog. Этоoute 연 Gary кого-то-制ersка, Umsя. М UEфа-люхи. Норковь или бут никогда раз. Ну вот, мы порезали все овощи с вами для зажарки. Все приготовили. Овощи для зажарки мы приготовили. Картофель у нас готов. Мясо остыло уже, теплое. Можно его уже разбирать будет. И, в принципе, нам нужно что сделать? Нам нужно отделить мясо от костей. Что не нужно выкинуть. Оставить только мясо. Тихонечку вот так вот будем все делать. Мясо можно порезать, чтобы оно было не очень крупными кусочками. Мясо я разобрала, убрала кожу, кости, естественно, какие-то хрящи. Тут у меня только филейное такое, ну, одно чистое мясо осталось. Все, в принципе, наверное, мы все с вами подготовили. Еще забыла совсем, но у нас вот такой свежий. У меня уже чеснок. И использовать будем вот прям целую луковицу. Сейчас я ее очищу. Нам понадобятся все зубчики. Все, теперь мы все практически все подготовили. У нас только остались специи и зелень. А так все готово. 40 минут прошло. Берем мясо. Добавляем в кастрюлю гороху. Перемешаем. Доводим до кипения. И готовим 10 минут. За эти 10 минут мы сделаем поджарку. Поставили на огонь. Добавили масло. Я добавляю еще протертые томаты. Все перемешиваем и делаем зажарку. Вот такая у нас тут красивая зажарочка уже. И сейчас ее будем добавлять. Добавляем. Перемешиваем. Закрываем крышкой и продолжаем варить. А сейчас займемся с вами чесноком. Чесноком все просто. Его нужно измельчить. Всех проще это и быстрее сделать при помощи блендера. И потом мы это все немного с вами обжарим. Берем сковороду на небольшом количестве масла. Сейчас с вами обжарим до легкой такой румяности. Обязательно, обязательно, не ленитесь, обжарьте чеснок. Все, чеснок как у нас зазолотился, мы его сразу же отправляем в суп. Не ждем, когда он у нас будет гореть. И сразу же за чесноком отправляем картофель. Доводим суп до кипения. И готовим 10 минут. Прошло 10 минут. Теперь берем горчицу. И это обязательно не пропускайте. Будет что-то с супом. Так. Теперь добавляем специи. И нам надо суп посолить. Ну, тут солите по вкусу. Самое главное, не пересаливайте. Лучше еще потом подсолить. Нам осталось добавить только зелень. Сейчас еще на 10 минут мы с вами прикроем крышкой. Еще 10 минут суп поварим. Как раз за это время картофель сварится окончательно. И суп наш будет готов. Где-то за 3 минуты добавим зелень. Добавляем зелень. Ну, свежую или, как в моем случае, мороженое. Все. 3 минутки. И суп можно выключать. А суп готов. Только посмотрите, какие краски. Какие тут ароматы. Очень-очень интересные. Я нашла этот рецепт. Попробовала. И теперь гороховый суп. Знаю, что буду готовить именно. Все вкусно, ароматно. Закрываем. Я уже суп отключила. Закрываем крышкой. И суп должен, по идее, настояться еще час. Продолжение следует.